Коля, а где документация по проекту? В чертогах моего разума. В этом видео мы постараемся рассказать вам не про чертоги разума, а про интеллектуальные карты или майнд-карты. Привет! Я пользуюсь майнд-мап-картами. Не могу сказать, что особо часто, но пользуюсь. Например, для того, чтобы составить структуру сайта и понять, где какие разделы будут, где какие кластера будут собираться, это очень хорошо отображает сразу структуру, где какие разделы. Также иногда использую майнд-мап-карты для того, чтобы построить логику работы чего-либо. Делаю это гораздо реже, но тоже бывает. Например, для того, чтобы понять, что зачем следует, что к какому разделу относится. В целом, майнд-мап-карты помогают структурировать работу в разных направлениях. Поэтому рекомендую ими пользоваться. Всем привет! Меня зовут Михаил Шакин. И я вам хочу рассказать о своей схеме работы с интеллект-картами. Много лет я пользовался бесплатной программой X-Mind. Это отличное решение, которое позволяет накидать структуру сайта, например, сделать доклад или прочие вещи. То есть разделить большую задачу на очень маленькие. И тогда ее намного проще решать. И визуально это все очень красиво и наглядно выглядит. Но в последние годы я пришел к тому, чтобы работать со списками. То есть я понял, пришел к выводу, что любую интеллект-карту, любую даже самую сложную структуру можно представить в виде списка. То есть нумерованные, ненумерованные, без разницы. То есть вложенность та же самая. Плюсы такого решения именно со списками в том, что можно сделать, во-первых, с мобильника. Очень удобно. То есть попробуйте сделать интеллект-карту на телефоне где-нибудь на ходу, когда вам нужно там за минуту что-то набросать, несколько мыслей. Это будет сложно. А в случае со списками элементарно. У сервиса Workflow и .com, которым я пользуюсь, у них как раз есть удобное мобильное приложение. Плюс на десктопах делать все можно со списками. И вот покажу вам просто на экране, как я работаю. У меня, например, есть планы книг, статей, видеоуроков, мини-книг, доклады. Например, вот как выглядит мой доклад в Оренбурге. Можно делать вложенные списки и так далее. Вот на All in Top в 2019 году. То есть я накидываю сюда мысли и затем уже по этому плану работаю. Очень удобно. Можно экспортировать все в нескольких форматах. Сервис бесплатный. Так что рекомендую. Отличное решение Workflow и .com. Друзья, приветствую. Здесь приступил интересный вопрос относительно MindMap. Карты, их по-разному называют, да, это MindMap. Мне больше всего нравится. Их называют карты ума, карты связи и так далее. Ох, на самом деле штука интересная. Очень я пользуюсь двумя. Это X-Mind и Google IT. Это от Google онлайн карты. Очень удобная штука. X-Mind доден тем, что я часто работаю с клиентами, с семантическими ядрами. При подготовке семантики очень интересно использовать их группы, направления, по которым работает клиент в этой карте. И отправлять информацию файликом просто клиенту. Это фиксируется. Это очень удобно и интересно. Что еще хочу сказать. Это, в принципе, эта штука, которая работает во всех, наверное, направлениях. Это творческие направления, такие как различные роды дизайн, какие-то творческие проекты. Это, естественно, в коммерции. Удобно тем, что вы можете как бы визуализировать свой процесс мышления. При этом он позволяет, эта визуализация позволяет оценить правильность этого мышления, внести какие-то корректировки, поделиться с кем-то, показать. То есть, эта штука очень полезная. Я рекомендую всем их использовать почти вне зависимости от тех процессов, которыми вы занимаетесь. Если это какие-то коммерческие процессы, вы сразу увидите все взаимосвязи. Вы сразу поймете, скажем так, баланс или дисбаланс вашей стратегии. Если это продвижение, например, сайтов или маркетинг, здесь вы сможете более широко описать свою аудиторию, показать взаимосвязи этой аудитории и подобрать инструменты, которые будут вам полезны. Ну, то есть, это как инструмент просто визуализации и запоминания или отображения информации для вашего клиента или для вас. Ну, просто незаменимая штука. Поэтому пользуйтесь. Я пользуюсь двумя, повторюсь, X-Mind и Coggle IT. Майнкарты – это особый такой инструмент, который используют. И, конечно же, Алена нам про него расскажет, а я покажу, как ними пользоваться. Для того, чтобы создать Майнкарту, не требуется никаких сложных усилий. Нужно всего лишь понять, зачем она вам нужна. И сейчас мы создадим Майнкарты в двух сервисах. Я покажу два самых популярных сервиса, которыми я пользуюсь. А Алена потом расскажет про сервисы, которые используются еще, и, возможно, вы про них знаете. Первый сервис, который мы будем сейчас рассматривать, это онлайн-версия карт. Условно бесплатная версия карт, которая может использовать любой желающий. Она позволяет, как говорится, настраивать карты вообще, в принципе, без каких-либо заморочек. Заходите, как говорится, в него через свой Google аккаунт. Вы можете видеть, тарифы у них разные есть. И создавайте свои интеллект-карты. Конечно же, можно создавать абсолютно разные. Вы можете создать целую структуру сайта, организационную карту. Вы видите их сразу огромное количество видов, какие-то существуют разные. Давайте посмотрим первый вид карт, который существует. Это так называемые линейные карты. То есть, вот наша линейная карта. Например, вы хотите написать статью. Ну, например, статья будет посвященная. Ну, давайте возьмем тему, там, допустим, корм для собак. Корм для собак. То есть, само собой, первое, что вы возьмете, допустим, это корм для щенков. Потом возьмете тему, допустим, корм для пожилых, для взрослых собак. Собак. Корм для пожилых собак. Там, разбивая по возрасту, мягко говоря. И вы видите, что она как-то структурируется. Допустим, там уже можно сортировать по каким-то логикам. Это я только взял на этом примере. Но вы видите, что сортировка может вестись по-разному. Например, можно сортировать по возрасту. Допустим, мы таки видим, что как-то я уже хочу и про виды мяса писать, но оно будет нелогично. Поэтому я беру, допустим, возраст, состав и, допустим, там марки. То есть, например, вот сейчас я вот так выделяю вот эти все группы, связанные с возрастом. Перетаскиваю их, допустим, в возрастную группу. Марки корма там у меня будет, допустим, педигри и какие-то другие. Педигри, допустим, педигри, там другая марка, к примеру. Ну, здесь состав-то, соответственно, там говядина, свинина, там поранина. Так вы видите, вот в таком простом формате, и это ее легко создать, эту майн-карту, и, конечно же, внедрить. Окей, как говорится, с этим все понятно. А, я, кажется, забыл закрыть окошко, думаю, почему такой странный дизайн. Если коротко разобраться с функционалом сервиса, в нем можно делать следующее. Вы можете помечать какие-то элементы, те, которые вы, допустим, сделали, не сделали, учли, не учли. Вы можете делать как формат задачи, так, в принципе, не выполнена, допустим, ошибка. Более того, вы можете писать любые комментарии, допустим, этот бренд у нас топ, например. И вот такой вот комментарий остается, и тот, кто будет изучать, будет смотреть, посмотреть, этот комментарий останется. Соответственно, можно делать, прикреплять вложения. Можно, например, скачать любое вложение и закинуть, например, его сюда. Да, вплоть даже подкаст возьмем, сейчас попытаемся прикрутить. Конечно, он попытается, но нет, он не попытается. Он задумался. Да, вот можно local file. Ага, нам нельзя, потому что надо купить. Ну, сори, окей, maybe later. Вот, и здесь можно прикрывать ссылочку, ставить, как говорится, ставить задачи. И, конечно, можно сделать целые задачи. Так, и, конечно же, я... Майндмейстер в плане задач действительно очень крут. Он позволяет организовать работу действительно между разными исполнителями. Как вы видите, мы можем, например, открыть любую структурную карту, которую мы сейчас буквально делали. Да, допустим, вот эту карту корм для собак. И выбирать действительно исполнителя, допустим, для корма, допустим, pedigree. Допустим, я буду сегодня писать описание. Вот мы сейчас проверим. И выберем, да, допустим, приоритет, допустим, первый. И, конечно же, выберем дедлайн до завтра. Таким образом, стоило нам создать задачу. Теперь на эту задачу можно будет перейти в мейстер-таски такое приложение. И, конечно же, это очень удобно, потому что в мейстер-таске эта задача у нас появится. И теперь ее видно, и с ней можно работать. Исполнители сразу увидят, что эта задача касается их. Могут посмотреть, детально изучить, добавить чек-листы. Допустим, найти инфу. Потом написать вариант, написать текст и тому подобное. То есть, и, собственно, таким образом производится работа. И, условно говоря, я могу там выбирать completion. Да, то есть, допустим, я могу попробовать ее, допустим, вот сказал, я ее взял в работу. И работаю с ней. А потом, спустя время, я беру и выбираю там completion. И, словно говоря, она выполнена. Теперь при заходе в мейнт-карту она будет отмечена как выполненная. И таким образом задачка будет отмечена. А, нет, она отмечается по умолчанию здесь сырой. Но, допустим, я захожу и могу здесь ее отметить на 100%. И таким образом руководитель ее отмечает, она как выполнена. И уже можно ее потом спокойно архивировать. Сочетание мейнт-карты и такого getting things done формата задачника делает мейнт-мистер действительно клевым сервисом. И вы можете с удовольствием его использовать для организации простейшей, допустим, работы по большому проекту. Допустим, вы работаете с клиентами, у вас по клиенту ставятся задачи, вы взяли мейнт-карту, задачи разложили, расписали дедлайны, расписали этапы. И, конечно же, раздали, фактически выбрали исполнителей и исполнители в своих досках получили всю информацию. Они работают каждый со своей карточкой, отмечая, что работа выполнена и формируя таким образом отчетность вам, что работа ведется и все действия выполняются. Например, веб-разработчикам в этом плане очень удобно. Расписали ошибки, расписали задачи, расписали, условно говоря, цели и к ним движутся. По поводу видов так называемых в Майндмейстере досок существуют разные доски. Можно создавать доски формата брейншторма, где, в принципе, вся информация вокруг находится в виде идей, которые вы находите и развиваете. То есть, о, идеи один, там, предложили 15 идей, вот вы эти все идеи раскидали и каждую из них развили, предложили идеям развития и проработали их. Это брейншторминг. Также можно делать разные форианты идей. Это getting things done. Это что-то вроде задачника для руководителя, где вы распределяете все задачи, которые приходят, ставите в раздел Collect. Все задачи, которые вы обработали, переведите в раздел Process. Все задачи, которые вы привели в порядок, навели порядок, структурировали, переводите в Organize. Те задачи, которые после Organize вы снова просмотрели, хорошие идеи или нет, перекинали в Review. Ну, а те, которые вы выбрали хорошими и не удалили, уходят в Do. И это, собственно, формат getting things done для идей. Еще на что бы я обратил внимание, вы, конечно же, можете запилить в Mindmaster план на свою жизнь. Да, собрать все задачи, допустим, образование, карьера, здравоохранение, праздники, семья, хобби. И расписать, что конкретно вы планируете. Там, допустим, там выучить английский. Вот, окей. По поводу заднего фона, еще раз говорю, это все, говорится, меняется, дорабатывается. Вы можете это сделать как угодно. То есть, а текст, соответственно, можно поменять на черный. Как-то так. Очень удобно, очень просто. На самом деле не требует никаких там заморочек. То есть, допустим, что надо для того, чтобы выучить английский, пойти на курсы. Чтобы пойти на курсы, да, что нам надо сделать, допустим, найти курсы в городе. Выбрать лучший. То есть, вот условно, найти курсы в городе, да, то есть у вас стоит задача сейчас. Первая задача, допустим, у вас там курсы первые, там первые курсы, вторые, третьи. То есть, вы уже поэтапно прорабатываете задачу, пока вы, условно говоря, не выполните целиком и не сделаете вот такую классную штучку. Задача выполнена. И вот таким образом план на жизнь можно запилить прямо в Майндмейстере. Другие приложения, которые я бы обратил внимание, это, конечно же, Майндджет Менеджер. Приложение в десктопе, которое позволяет создавать карты сайта довольно-таки большие, просторные. И функционал очень крут у нее. Я при помощи нее пишу статьи, пишу сценарии. И она помогает мне структурировать информацию по главам, чтобы контент, который вы смотрите, действительно был легким и разбит и не перескакивал с места на место. Поэтому, например, вот статья, мой ролик, посвященный скорости загрузки сайта, вот в первую очередь выглядит в таком формате. Это его главы. Возьмем, допустим, главу. Что такое время отклика? Я рассказываю, что такое время отклика. И отвечаю в зависимости от предела секунд, как это влияет. Как работает PageSpeed? Пожалуйста, тут такой большой список. Существует понятие синтетических тестов и полевых тестов. Что такое синтетические тесты? Пожалуйста, бах! Пожалуйста, вам информация пошла. Все это в развернутом виде на самом деле выглядит страшно. Но стоит это свернуть и все выглядит гораздо проще. Потом мы тыкаем конкретную. И вот мы видим, что нужно, допустим, для времени загрузки, для взаимодействия. И мы можем видеть конкретно баблики, которые отвечают за первый пункт и за второй пункт. То есть, условно говоря, майнкарта, она выглядит как мысль. Вы ее делите на категории. Каждую категорию прорабатываете на категории. И каждое, допустим, действие прорабатываете по этапам. То есть, условно говоря, этап 1, этап 2, этап 3, этап 4. По поводу этапов покажу подробнее. Вот, например, стратегия по работе. Формально этапы работы для сайта, который еще не вышел в индекс, условно говоря, выглядят вот так в виде линий. Это те задачи, которые нужно делать. Но каждый этап требует какой-то проработки. И проработка этапов уже прописана здесь детально. Конечно, здесь не сильно детально есть конкретно, что входит в конкретную работу. Но в общих чертах это выглядит именно так. И, конечно же, потом последовательное продвижение. Тоже 3 этапа, которые мы предложили. Клиент это саммитингтонгий контент и scholarship links. Можно посмотреть, что это такое, уже развернув каждый бублик отдельно. И, конечно же, стратегии продвижения. Можно точно так же расписывать, визуализировать, добавлять даже картинки. И, конечно же, добавлять прямо изображение непосредственно внутрь комментария, который вы используете. Как видите, карты сайта используются для разных вещей. Они помогают визуализировать, конечно же, информацию. И вы всегда можете опубликовать информацию онлайн. В частности, вот у Mindjet Manager это очень удобно. Вы можете опубликовать ее, допустим, в режиме онлайн. Копировать ссылку и, конечно же, вот ее открыть. И открывается она просто в хроме, не требуя установки никакого программного обеспечения. Вы просто ее открываете, смотрите. И вот она теперь открыта, доступна для всех. И, фактически, кто имеет возможность открыть, сможет с удовольствием на ее открыть, почитать комментарии и, конечно же, ответить вам на них, а что это значит, а что это значит. И мысли обычно у клиента, которому вы отправляете такой план, понимают, что проработали все. Вы сделали логичные выводы и, конечно же, предложили правильную стратегию, основываясь на проанализированных данных. Поэтому MindCard однозначно я рекомендую всем продажникам, однозначно рекомендую фактически всем руководителям, всем Project Manager, как must-have инструмент для структуризации информации, структуризации задач. И, конечно же, контентщикам для структуризации контента, когда вы его пишете. Авторам контента однозначно. Потому что писать статьи, это очень удобно через MindCard, структурируя всю информацию, а не закидывая это все в Google Doc, который распухает, и потом по нему очень трудно найти суть. Итак, это коротко, как пользоваться MindCard. Я думаю, вам было действительно все понятно. И я, конечно же, буду ждать вопросы в комментариях. А сейчас Алена расскажет еще про другие сервисы, которые существуют. Итак, что же такое интеллектуальные карты? Это схематическое изображение ключевых мыслей книги, или же там ключевых мыслей выступления какого-либо спикера, или же самое ключевое, что вам нужно сделать из вашего будущего плана. Это помогает вам структурировать как-то всю информацию и как-то навести порядок в этом хаосе. Эти карты называют по-разному. И карта мыслей, и дерево мыслей, и майндмэп, и всевозможное количество разных названий. Но суть их всех одна и та же. И мы с вами давайте начнем поскорее обзор самых основных MindCard. Карта, она напоминает собой дерево, где есть центр, основа, и от нее идут ответвления, то есть дополнительные подпункты, которые нужно прорешать, сделать, исходя из основной как бы цели. И почему вообще не пользуются такой популярностью эти карты, почему, с чем связано это? Ну, все очень просто. Нам визуально гораздо легче понять, запомнить, когда мы видим картинку, где у нас главная проблема, на чем нам нужно сосредоточиться, какие у нас есть осветления, пути решения этой проблемы, что нам нужно сделать, чтобы достичь желаемого результата. Поэтому, естественно, это и пользуется такой большой популярностью, потому что эти карты, это все равно то же самое, чтобы вы сейчас на доске, например, рисовали, или на листике бумаги, фломастерами, основные пункты. Ну и, естественно, сейчас в современном мире, в мире всевозможной диджитализации, которые, конечно, набирают популярность именно такие карты, которые можно делать на телефоне с помощью приложения, или же в браузерной версии, или же устанавливая эти приложения себе на компьютер. Усложнять и мудрить ничего не нужно, здесь как бы подойдет даже минимализм. Самую главную свою проблему или вопрос располагайте в центре, и от него уже ответвляйте другие подпункты, которые нужно выполнить. Пишите кратко, точно и понятно, не нужно этих простыней текста. Используйте цвета, которых будет не супер сильно много. Также используйте какую-либо иерархию, которую вы продумали в своем мозгу. Также используйте картинки, если это необходимо, если это нужно как-то выделить, например. Ну и старайтесь использовать плюс-минус одинаковый шрифт, чтобы просто понимать, где чья зона ответственности, например. Чтобы просто вам визуальнее было проще понять, что за чем идет. Интеллект-карты помогут вам во всех сферах и аспектах жизни, будь то работа, или же учеба, или же просто даже для себя. То есть она очень помогает структурировать работу. Если это вы используете на работе, то она прекрасно помогает распределить проекты, например, задачи по проектам, понять, что за чем нужно делать. Плюс с помощью этих карт вы можете работать не один, а вы можете привлекать своих коллег к работе над этими картами. Также в учебе это очень круто помогает, например, структурировать какую-то лекцию, или же там структурировать свое вообще время, свою учебу, на что вам стоит отвлекаться, на что не стоит отвлекаться. Ну и даже просто в жизни, если вы планируете отпуск, путешествие, или вы, например, хотите посмотреть какие-то фильмы, вы тоже можете использовать эти карты и с помощью них выстроить себе какую-либо определенную иерархию, и смотря на них, вам будет легче ориентироваться во всем этом хаосе. И начнем мы с вами с первого инструмента, который называется Wise Mapping, он абсолютно бесплатный, так что платить ни за что не придется. Здесь открытый исходный код, можно его установить также на сервер компании, если вам не будет хватать никаких-то функций дополнительных, всегда можно написать разработчику. Он работает онлайн, что также плюс, ничего не нужно скачивать ни на компьютер, ни на телефон. Карту можно в пару кликов вставить на страницу сайта своего. Здесь есть импорт и экспорт, что тоже плюс, и можно пользоваться, пригласив пользователя по электронной почте, ну точнее поделиться с кем-то. И в принципе он очень простой, как мы видим этот интерфейс. Вот здесь будут ваши карты, которые вы сохранили, здесь будет написано тот человек, который работает над картой, когда было произведено последнее обновление, посты, с которыми вами поделились или вы поделились с кем-то. И все, что вам нужно сделать, вы можете здесь импортировать, к примеру, файл, назвать его как-то, описать, если у вас есть файл, чтобы это сделать. Так, и чтобы создать, нужно назвать его, там, как-нибудь сделать описание, чтобы вы понимали, о чем речь. И нажимать на кнопочку Create. И после этого открывается вот нам такой план, и здесь небольшая такая палитра с помощью чего можно что-то делать. Там, допустим, мы хотим, выбираем, здесь можно выбрать, что это будет, кружочек у нас это будет, да, или там квадратик, видите, как это меняется все, или такая длинная полосочка будет. То есть выбирайте, что вам больше нравится. Можно добавить топик какой-нибудь еще дополнительно, либо удалить его. Колонки можно добавить, например, границы цвета, там я хочу вот такой вот. Эмоджи можно добавить, кстати, что для визуала очень полезно, если я хочу. Добавляйте заметку, например, там что-нибудь прописываете. И вот у вас уже здесь будет заметочка такая. То есть, в принципе, он очень простой и интуитивно понятный, так что разберется каждый, и не будем мы долго заострять на нем внимательно. Следующий сервис называется Loopy, такой вот он игровой. Он не требует никакой регистрации, он абсолютно бесплатный в режиме онлайн. Суть этого сервиса в том, что она позволяет создавать нам живые, скажем так, схемы, которые двигаются. И если вам нужно проиллюстрировать какие-либо процессы цикличные, то вот этот инструмент идеально для этого подойдет. Как бы возможности здесь не очень большие, и главное это то, что карты получаются живые, и с их помощью удобно изображать какие-то процессы. То есть я, допустим, здесь что-то там нарисую, да, как-нибудь подпишу, выберу там цвет себе, какой-нибудь размер побольше, поменьше. Вот могу перетащить это сюда, например, это туда, вот как-то так сделать, да, расширить эту схему, ну, и стереть ластиком, если мне что-то не нужно, или прописать какой-то текст здесь, и вы потом можете просто это проиграть, как это будет выглядеть. Ну, этот инструмент как бы можно с получившуюся схему будет потом интерактивно вставить на свой сайт, так что как бы не супер большие возможности, очень ограниченные, но тем не менее. Следующий сервис называется Google, в нем регистрация очень легкая, вы можете просто зарегистрироваться, точнее, ну да, залогиниться при помощи вашего аккаунта в Google, и вот здесь оно нам предлагает, какие, что описывает вас, чтобы лучше он мог понять вас, нам, например, вы там студент, выбирайте, можете там карту, выбирайте, окей, да. Что мы видим здесь? Мы можем создать диаграмму, и у нас есть здесь даже всплывающая подсказка, то есть это огромный плюс, то есть мы сразу понимаем, что нам нужно делать. Понятно, нажимаем, да, и создаем диаграмму, к примеру. Так, смотрим, что мы можем поделиться с другими людьми, пригласить их, чтобы они точно так же дополняли вот это вот дерево, которое вы сейчас будете создавать. Вы сможете контролировать также уровень их доступа, нажимая на их иконки. После этого, чтобы вам нужно было пригласить этого человека, вы вот здесь вставляете его электронную почту, и он получит на нее приглашение. Так, здесь с помощью плюсика мы можем добавлять ветки всевозможные, видите, вот они вот так будут. Мы можем здесь писать, например, выбираю там вот такой шрифт, что-то нибудь прописываю, могу вставить даже картинку, какую я хочу, к примеру, она подгрузится, да. Еще можно здесь вставить ссылку какую-нибудь, или же там искать какую-нибудь иконку, например, чтобы я понимала, что это, да. И вот, видите, в таком формате она будет. И, в общем, эту ветку я могу и сюда, например, поместить, сюда поместить, сюда поместить, то есть как угодно ее крутить. Так что, в принципе, неплохо. В бесплатной версии эта карта всего лишь одна. Я могу ее экспортировать, поделиться в Google, либо же скачать себе это, или же экспортировать это, и оставить даже свои комментарии. В принципе, здесь мы можем это все закрыть, вот здесь мы сможем нажать, если нам что-то понадобится, какую-то колонку, полноэкранный режим есть, и она также синхронизируется с Google диском, если у вас есть аккаунт. Но она, как бы, не совсем бесплатная, и если вы хотите более полную версию, то придется заплатить 5 долларов в месяц, или же 50 долларов за год. И тогда вы получите неограниченное количество карт, возможности их создавать, режим презентации даже, общую папку, и всевозможный выбор всевозможных цветов. Ну и, конечно, если у вас организация, и вам нужна организационная версия, версия для компании корпоративной, то это будет вам стоить 8 долларов в месяц. Там будет добавлено отдельное рабочее пространство. Так что, в принципе, вот такая вот карта. Если вы используете ее только в своих целях, то вам она, в принципе, возможно, ее даже хватит. Так, следующая такая карта сайта, называется MindDoma. Вы можете также легко в ней зарегистрироваться, просто с помощью своего аккаунта в Google. Нам здесь предлагается несколько вариантов шаблонов, как мы видим. В принципе, их не так мало, можно так сказать. Есть здесь также три аккаунта. Учитель, студент или же бизнесмен. Предлагаю, как я вижу, схемы всевозможные, папки. Есть возможность совместной работы вместе с несколькими пользователями. И если, естественно, кто-то меняет карту, то всем остальным участникам будет приходить об этом уведомление на почту. Так, допустим, выберем какой-нибудь шаблончик. Посмотрим, что происходит. Ну, в принципе, управление панель здесь у нас очень легкое. Вы здесь там что-то прописываете себе. Можно вставить под тему, например, прописать. Достаточно интуитивно, я бы сказала. Можете так, создать карту из ветви, к примеру, там как-нибудь ее назвать. Перетаскиваете себе, как вам нравится, как это необходимо сделать. Выбирайте здесь также палитра цветов есть. Стрелочки можно выбрать, какие вам больше подходят. Ну, в общем, играйте. Даже emoji здесь можно добавить также какие-то. Заметку тоже можете прописывать. Вижу здесь картинка, которая... Картинку можете также вставлять изображение, ссылки. Ну, то есть, в принципе, неплохо так. Единственное, что покупается она на полгода. Во всех тарифах будет неограниченное количество этих карт. Будет произведено резервное копирование на Google Диск или же на Dropbox. И премиум будет стоить 36 долларов. В нем будет 8 форматов экспорта, 1 гигабайт памяти и всего лишь один пользователь. А за профессионала придется выложить уже 90 долларов. В нем уже будет 12 форматов и 5 гигабайтов памяти, но все так же один пользователь. А если вам нужна командная эта версия, то это уже придется заплатить 142 доллара. И там будет где-то до 5 пользователей. Так что...